Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Анкара сделала два символических признания. Два государственных инфраструктурных проектов Нинацминди Джабах. Количество туристов, посещающих Арцах, увеличилось на 46% министр. Армения добилась впечатляющих успехов. The Economist опубликовал индекс демократии за 2019 год. Россия и Сирия закончили строительство нового моста через Ефрат. Космический ключ драконовых ковр. Представляем вам статью окопа Бадаляна. После встречи высшей консультативной группы с президентом Турции, главой отдела с общественностью его аппарата заявил, что некоторые круги настаивают на претензиях Армении на событиях 1915 года для раскола Турции. Он также заявил, что вопрос о событиях 1915 года был в повестке дня встречи возглавляемой Эрдоганом и были обсуждены шаги и меры, которые необходимо предпринять для противодействия вызовам. Карась делала два важных признания. Во-первых, армянский вопрос – это вопрос разобщающего потенциала внутри Турции, который является признанием того, что официальный турецкий подход к нему имеет по меньшей мере такое большое сопротивление, что существует даже опасность раскола. Пора готовиться к серьезному внутреннему и внешнему вызову по армянскому вопросу, иначе этот вопрос вряд ли бы мог в повестке дня быть консультативного совета высокого уровня во главе с президентом. В то же время амбициозная и смелая внешняя политика турецкого президента, безусловно, понимает, что активная курдская проблема даже для Анкары не подвергается такой серьезной угрозе, как армянская проблема в спокойном режиме. В конце концов, Эрдоган воображает, и заявление его послания ко внутреннему разделению не является, по крайней мере, подсознательным признанием того, что турецкое государство построено на армянской идентичности, которая не была отменена геноцидом, и что десятилетия усилий по созданию турецкой идентичности на нем в значительной степени были напрасными. Полная статья на нашем сайте. В Нинацминском муниципалитете Джавахка скоро начнут осуществлять два инфраструктурных проекта по государственной программе на общую сумму в 1 миллион 838 тысяч 426 лари. На сайте государственных закупок Нинацминского муниципалитета 13 января объявлен конкурс на два инфраструктурных проекта «Асфальтирование сельских дорог». Один проект – это асфальтирование дороги Ганза и дороги ПК. Нинацминский муниципалитет для обеих участков выделил 726 539 лари. На асфальтирование села Ганза 215 445 лари, на ПК – 511 000 лари. Второй проект – асфальтирование дороги в селе Большие Ханчалы до Маленьких Ханчал. Сумма составляет 1 111 887 лари. Оба тендера объявлены с 13 января, и срок принятия заявок заканчивается 4 февраля. Выигравший тендер должен выполнить работы за 90 календарных дней. Республику Арцах посетили 41 963 туриста, тогда как в прошлом году их количество составило 28 588 туристов, что на 46% больше. Как сообщает корреспондент Арцах, об этом заявил на пресс-конференции министр культуры по делам молодежи и туризму Лерник Ованися. Представив количество туристов по странам, министр отметил, что из РФ Арцах посетили 19 160 граждан, из США – 7527, из Франции – 1661 человек, Германия – 675, Ливан – 699, Польша – 685, Китай – 671. Из Аргентины прибыли в Арцах 594 человека, из Канады – 575, из Сирии – 568. Количество отелей возросло на 29%, составив 92 объекта с 1930 койкоместами. В течение последних 10 лет число гостиниц возросло в 5 раз, то есть от 17 до 92. В прошлом году государственный историк и культурный заповедник Тигранакер посетили 15 095 человек, отметил Лерник Ованися. Аналитический центр журнала «Экономист» опубликовал индекс демократии 2019 года. В доклад включены данные по 165 государствам и двум территориям. Как передает Армен Пресс, в докладе Армения заняла 86 место. В числе стран, зафиксировавших наибольший прогресс по сравнению с предыдущим докладом, также и Армения. Армения в 2018 году по индексу демократии стала 103. Армения в этом докладе входит в список гибридных режимов и в общей сложности имеет 5,54 балла. В основе индекса демократии лежат 5 категорий – избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, политическая вовлеченность, демократическая политическая культура и гражданские свободы. Эксперты «Экономист» классифицируют страны по четырем видам режимов – полная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитарный режим. В докладе Грузии занимает 89 место, Азербайджан – 147, Турция – 110, Иран – 151. Самые высокие показатели по индексу демократии зафиксировали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Финляндия, Ирландия, Дания, Канада, Австралия и также Швейцария. Российские и сирийские инженерные группы закончили строительство моста через Ефрат, который свяжет районы, находящиеся под контролем сирийской арабской армии со вторым берегом реки. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, находящийся на месте событий. Он простирается от города Аль-Мрея на западе до Ефрата до деревни Маррат, расположенной на другой стороне реки. Этот мост находится примерно в 200 метрах от понтонной переправы, которую российская армия установила в 2017 году на Ефрате. Частью работ, связанных со сдвижением моста, осуществляло Генеральное управление по жилищному строительству. Оба моста будут использоваться для соединения двух берегов реки, облегчая таким образом передвижение сирийских солдат. В целом, строительство в данном регионе не самая простая задача. В первую очередь из-за непостоянства реки Ефрат, уровень которой периодически повышается. Драконовые ковры – это уникальный и древний вид армянского коврового искусства, пожалуй, самый изысканный и роскошный. Ковры получили свое название из-за изображений драконов. Ковры, особенно армянские, ковры содержали уникальный язык символов. Являются ли образы драконами, и что рассказывают драконы ковры, и почему армяне делали их, вы можете прочитать полную статью на нашем сайте. На сегодня у нас все, далее мы представим вашему вниманию Акунг Цамтель. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok